Третья книга Ездры, неканоническая книга Ветхого Завета, предположительно апокриф, не имеет ни еврейского, ни полного греческого текста, равно как не существует единого названия и порядка глав, относится к жанру апокалиптической литературы. В настоящее время известно лишь по переводам на латинский, в сирийский, эфиопский, арабский и армянский языки. На греческом и коптском языках сохранились лишь отрывки текста. Перефразированная цитата из этой книги содержится в словах Христа в Евангелии от Луки и от Матфея, либо сама третья книга Ездры является апокрифом и пересказывает фразу из Евангелия. На книгу Ездры ссылается в своем произведении стромата Климент Александрийский, который приводит буквальную цитату из стиха трех Езд. 5 часов 35 минут и указывает, что это слово пророка Ездры авторство и время написания. С конца XIX века исследователями считается, что книга называется так не потому, что Ездра был автором книги, а так, как он является основным действующим лицом, которому архангелом Уриилом были открыта будущая судьба еврейского народа. Книга по существу состоит из двух частей, которые различаются по времени написания, основная часть и остальные главы. Изучение текста основной части книги позволяет говорить, что религиозное миросозерцание автора обнаруживает типические признаки иудейства времени после Вавилонского плена. В Израиле, по представлению автора, сосредоточен весь смысл мировой истории. Ради Израиля сотворен мир, его же исключительным достоянием будет благо будущего века. При всей безотрадности своего взгляда на греховность человеческой природы, автор ни на минуту не отрешается от веры в значение закона Моисеева и законную праведность ставит очень высоко. Задачей Мессии автор считает только освобождение избранного народа от чужеземного ига, истребление врагов израильского народа и учреждение 400-летнего царства в Иерусалиме, где праведники будут наслаждаться не только духовными, но и чувственными благами. Мессия подлежит закону смертности, как и всякий человек, и его смерть не имеет никакого значения для человечества вообще. Последний суд является делом исключительно одного Творца Вселенной. Ввиду всего этого с достоверностью можно полагать, что основная часть книги написана в дохристианское время. В главах И. 2.15-16 встречаются выражения, упоминаемые в Евангелиях, Царство Небесное, Гиенна и другие. Потому некоторые исследователи относят происхождение этой части к началу христианской эры. По мнению Луи Буи, книга уже содержит учение о первородном грехе, настолько близкое к тому, которое апостол Павел изложил в 5 главе Послания к римлянам, что это место принимали даже за христианскую вставку. Более вероятно, что эта аналогия объясняется общим источником, в особенности если этот апокалипсис вышел из окружения Гомолеила. Именований единого именования текста не существует. Вульгатем называется «Четвертая книга Ездры». Сам же текст начинается со слов «Торая книга Ездры пророка, сына Сераи». Триест 1.1. В русском переводе традиционно именуется «Третья книга Ездры». В Библии Короля Якова «Вторая книга Ездры». Состав помимо названия «Нет единого расположения глав». Вульгате главы с 3 по 14 составляет первую часть, а главы 2, 15 и 16, 2. Однако в славянской и в русской Библии порядок глав иной. Библиография. Н. Аболенский. Раздел «Третья книга Ездры в толковой Библии Лопухина. СПБ. 1913 год. Род Александр Мень. Библиологический словарь. Фонд имени Александра Меня. Москва. 2002 год. Том 1. СТР. 425 А.С. Б.Н. 5. 898-31-026-6. Третья книга Ездры. В библиотеке Руслана Хазарзара. Что такое 400 лет в три ест? 7 часов 26 минут минус 34. Толкование на третью книгу Ездры.